Как повысить собираемость налогов, не создавая дополнительных условий для давления на бизнес? Эта тема обсуждалась на встрече президента с главой федеральной налоговой службы. Михаил Мишустин отчитался о работе своего ведомства, уделив особое внимание теме раскрываемости налоговых преступлений. Речь в частности зашла о проекте закона, который устанавливает новый порядок возбуждения уголовных дел в этой сфере. В законе можно зафиксировать обязанность правоохранительных органов, в том числе следственных, запрашивать соответствующие документы налоговых органов. С тем, чтобы в деле документы из налоговых служб всегда присутствовали. Суть статей 198 и 199, это уклонение до платы налогов, является не представление налоговой декларации, либо сведения искаженных. Поэтому необходимо четкое мнение федеральной налоговой службы и совокупность материалов правоохранительных органов при возбуждении этих дел. Нужно сделать так, чтобы не создавать дополнительных условий для давления на бизнес, но в то же время, чтобы все участники этого процесса исполнили свой долг перед государством и не перекладывали свою долю ответственности на плечи людей, которые бизнесом не занимаются и исправно платят налоги, имея в виду, прежде всего, тех, кто трудится на заводах, в сельском хозяйстве, интеллигенции и так далее. Главе государства также доложили о том, как идет сбор налогов. Показатели хорошие. Общий объем отчислений в бюджет за 10 месяцев этого года на 2,5% больше, чем в прошлом. Чтобы платить налоги было удобнее, с 1 января ФНС запускает новый сервис – личный кабинет налогоплательщика юридического лица. Физические лица уже пользуются подобной системой. Это заметно упрощает и ускоряет общение с налоговой инспекцией. Благодаря виртуальному кабинету не надо обивать пороги кабинетов реальных. Продолжение следует...